Дядя Коля Николай Васильевич Заикин. Летом 41-го года 20-летним парнем он добровольцем ушел на фронт и как будто шагнул в полное беспросветное небытие. У рядового Николая Заикина не было ни медалей, ни орденов. Он не услышал написанных в 42-43-м годах «Землянки» и «В лесу при фронтовом». Вот этих замечательных песен, написанных по сути о нем. Он не узнал, чем закончилось великое противостояние, участником которого ему пришлось стать. Великое Отечественное для него закончилось осенью 41-го года. Вот этот парень, не обремененный наградами гимнастерки, познал сполна весь ужас, охвативший страну в битвы. Я не знаю, накрыл ли его вражеский снаряд, убил ли шальная или выпущенная снайпером пуля. Может быть, он погиб от тяжелых болезненных ран где-то в Тверских болотах на поскуках в Москве. Например, судьба пропавшего без вести дяди Поля неизвестна, но подвиг его совсем молодого человека, вставшего грудью на защиту Отечества, живет до тех пор, пока живы мы, его дальние родственники, его земляки. Мы – это те, кто живет, работает, растит детей, благодаря его поистину бессмертному подвигу. Вот в этом году, 9 мая, рядовой Великий Отечественный Николай Заикин снова встанет в строй. Он пройдет в составе бессмертного полка по главной улице города, в котором родился и совсем недолго жил. Я помню, я горжусь, служу Россией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова